друзья всем привет вы снова на канале джем и сегодня мы поговорим о новинке в нашем ассортименте даже наверно о новинках потому что их много но все они в одну тематику как видите то место где мы находимся наверняка вы узнали то место где вкусно пахнет деревом то место где невысокие потолки ввиду особенности эксплуатации этого помещения в общем где все деревянное где вкусно пахнет вот мы конечно же в бане и так товар для бани материалы для строительства бани все это в нашем новом видео и так ну какой же русский человек ну не любит баню до баню любят абсолютно все баня это же вообще в принципе гордость в любом месте и в доме и на даче да где бы то ни было в общем парная банька это уникальное место времяпрепровождение место отдыха расслабления да еще и к тому же очень полезны но так вот сегодня давайте мы поговорим об бане и о том что у нас в ассортименте появилось все что вот с ней связано ну во первых в первую очередь конечно это дерево это дерево это поганаж и это бруски в первую очередь это для различные доски пола шпунтованные не шпунтованные и это конечно же все для того чтобы внутри все сделать красиво и нарядно это различная вагонка обращаю внимание это новинка и мы поганажом деревянным раньше не занимались а теперь запах то какой сразу банькой пахнет в общем вагонка подсветка даже двери в баню теперь все это можно приобрести в джем ну и конечно естественно всегда были специальные светильники вот такие влагозащищенные банные светильники ну и кроме этого вот такая вот наружная имитация бруса теперь давайте поговорим о конструктиве в принципе бани приводите баня она же может быть абсолютно любой из любого материала можете построить она может быть у вас из настоящего бруса она у вас может быть из бревна до цилиндров она у вас может быть из кирпича даже бывают баня она может быть из газобетона из чего бы она не была у вас сделана самое главное это что правильно пара гидроизоляция и различные утепления и у нас само собой тоже этого хватает специальные виды утеплителя с экранирующими вот таким покрытием специально для бани здесь у нас все когда все как надо все тут пара защита все остальное чтобы парочек оставался там где он и должен оставаться и в принципе у нас магазине есть такой выставочный образец я вот на него смотрю и думаю а почему бы так и не построить баню самый простой элементарный вариант да где-то на даче если вам не нужно отгрохать там огромные двухэтажные хоромы и возить туда всех знакомых депутатов в эту баню то тогда такой вариант для собственного использования вполне подойдет смотрите тут даже на этом выставочном образце какой заложен конструктив здесь у нас каркас из бруска вот с такого он конечно может быть больше меньше то навряд ли естественно это утеплитель это экранирующий слой это у нас пароизоляция и вуаля изнутри у нас все это обшито вагоночкой снаружи у нас все это обшито имитацией бруса которая напомню у нас в ассортименте у нас в прайсе ну и кроме этого конечно различные удобные и полезные мелочи ну во первых дверь если не знаете почему дверь такая маленькая но тоже логично чтобы парни выходил поэтому дверь в парню всегда нужно делать ниже вы знаете что пар поднимается наверх теплый воздух до холодный опускается вниз поэтому чем ниже дверь но не надо там сильно до перебарщивать чтобы вас там как у хоббитов была маленькая такая дверца нет это тоже лишнее вот потому как в бане мы же любим да с вами когда отдыхаем ну напитки разные употреблять если дверь будет сильно низкая есть вероятность каждый раз у нее головой приходит поэтому вот дверь низенькая удобненькая но всякие полезные мелочи ручки и вешалки и все остальное это тоже у нас есть пойдем туда и посмотрим сейчас ну и кстати обратите внимание как классно в бане в последнее время но раньше там не села на тусклая лампочка да а сейчас последнее время все больше и больше мы видим на фотографиях в интернете еще где-то в бане тоже достаточно так знаете красиво играют со светом вот как на этом примере виде здесь такая очень приятная фоновая подсветка она не яркая она не навязчивая на в глаза что самое главное не светит и не слепит она выполнена просто элементарно здесь у нас располагается обычный да саш зайди покажи поближе располагается обычный деревянный плинтус он стыкуется также поверх а за ним он может показать что находится за ним за ним находится специально влагозащищенная диодная лента но имейте ввиду не любая подойдет а только та которая изначально уже облита силиконом и защищена от воздействия влаги и высоких температурную пара в том числе смотрится вообще нарядно а по сути по затратам ну лента ну плинтус все кстати еще одна новинка в нашем ассортименте которая тоже относится к дереву но не относится к бане это мебельный щит что такое мебельный щит мебельный щит это как бы массив который соединенный из ну множество других кусочков дерева для чего он нужен это как раз любителям творчества но в оформлении своего дома это может быть это могут быть столешницы это могут быть полки это может быть в принципе что угодно из дерева что угодно из дерева но вместо массива очень дорогого да то что ну я не знаю вы наверно навряд ли купите вот такую прям цельную цельный вот такой распил вы навряд ли где-то найдете вот а с мебельным щитом гораздо все проще как для конструкции мебели если вы достаточно рукастый так и для различных декоративных вещей в доме идеально подходящая вещь мебельный щит нашем ассортименте чудо нос хвоя сорт а в сорта вы отличаются они получаются только длиной 90 сантиметров вот этот вот этот мебельный щит стоит 1224 если я все правильно понял за такой большой кусок дерево достаточно недорого если сравнить со столешницей в том же метраже столешница будет наверно раза в два в три подороже стоить как бы это как раз для любителей ну всего натурального в интерьере либо опять же лофт все зависит от того какое покрытие на этот мебельный щит нанести сейчас уже пойдем посмотрим различные мелкие штучки для бани которые у нас тоже естественно в ассортименте имеется пойдем а вот и они всякие приятные банные штучки вот для приятного времяпрепровождения это что он такое когда правильно назвать ушат не знаю ли что написано у это пробу ушат а это действительно ушат но я так полагаю что для простых людей это под воду а вот конкретно для тебя саша под другие напитки чтобы вот так вот делать сколько сюда помещается 30 литров нормально в общем ковшики ушаты как еще это можно кружка вот кстати смотри какая красота все для бани вешалки вот такие это что такое то это коврик сидушка а это чтобы чтобы пищи не было да 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 вместо мокрого полотенца вот такой коврик сидушка забрали его из парной принесли сели все все отлично пятая точка у вас не подгорает все что может пригодиться в том числе и веники также есть в магазине джем ну и конечно даже печь вот такая банная у нас имеется кстати обратить внимание на стоимость по карте 28 тысяч всего это достаточно недорого это очень недорого за печь для бани в общем друзья что вам могу посоветовать значит баня на самом деле вещь такая она может быть очень дорогой в некоторых вариантах и она может быть весьма и весьма бюджетной опять же в некоторых вариантах и часто такое бывает что вне зависимости от стоимости постройки бани удовольствие получается примерно одинаково поэтому решайте сами но возможно не стоит из бани делать какую-то постройку мечты вот копить на нее там откладывать разводить долгострой какой-то есть множество сейчас современных разных вариантов таких как например каркасная баня в том числе которая будет ну по крайней мере в весной летом и осенью ничуть не хуже чем такая капитальная брусовая баня вот которая зимой конечно же теплее но и опять же примерно рассчитывайте как часто вы будете ее использовать если она используется постольку поскольку какой бы теплая она не была в любом случае вы ее будете каждый раз капитально протапливать это будет очень долго и тут уже в зависимости никакой нет с какого материала она собственно построен так что друзья строите баню значит делайте баню ходите в баню будьте здоровы если ремонт тот же если баня то тоже джем тогда получается вот ну а если вдруг по вашим расчетам вам все-таки чуть-чуть не хватает бюджета ну например на ту же знаете на вагонку все-таки вещь не дешевая качественная хорошая вагонка я все-таки не хватает то можно приобрести любые товары в магазинах джем в рассрочку без первоначального взноса без переплат на полгода вот так полгода уже паритесь и не паритесь потихонечку рассчитываясь в общем все спасибо что были с нами смотрите и другие наши видео ну и подписывайтесь естественно на канал все всем пока